Представлять нового главного федерального инспектора по Самарской области должен был полпред в ПФО Игорь Комаров. Однако приехал его зам Игорь Буренков. К слову, в бытность Комарова президентом АвтоВАЗа он возглавлял департамент по внешним связям компании. Затем тот возглавил Роскосмос, занял аналогичную должность в госкорпорации. А затем ушел на повышение в Нижний Новгород. За плечами же нового главного федерального инспектора по Самарской области Владимира Купцова. Солидный путь в строительном бизнесе. В 2000-м он руководил группой компании «Уран». И в политике он 5 лет был депутатом Самарской губернской думы, возглавляя комитет по строительству и транспорту. В последнее время Купцов руководил региональным представительством госкорпорации «Ростех». Представляя его на новом посту, Игорь Буренков отметил, что база для развития в экономике и социальной сфере в губернии за последние годы улучшилась. По рейтингу качества управления финансами область на 27-м месте. Также по итогам 2018-го улучшение инвестклимата позволило совершить скачок в рейтинге агентства социальных инициатив на 17 позиций с 65-го на 48-е место. Уверен, что Владимир Николаевич справится с большим комплексом задач, которые, тем не менее, стоят перед нами. Эти задачи политические, экономические и, самое главное, социальные. Актуальная цель – достичь плановых показателей в рамках государственных целевых проектов. Также необходимо уделять внимание решению проблемы задолженности по зарплате. В сфере образования решить к 2021 году проблему доступности дошкольных мест для детей. Кроме того, как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, важен большой опыт Владимира Купцова в строительной сфере. Самарская область, к сожалению, один из лидеров ПФО по проблемным объектам долевого строительства. Он человек местный, он очень хорошо знаком здесь и с социально-политической обстановкой, и с экономической обстановкой в регионе. Поэтому мы можем с первого дня выстраивать взаимодействие на цель на этой сфере. Будем работать с подмонтым дольщикам, как мы уже говорили, эта тема довольно-таки больная для Самарской губернии. И надеюсь, мы найдем взаимопонимание и со строительным комплексом, и с дольщиками. Новый главный федеральный инспектор приступил к исполнению своих обязанностей уже в среду.